Почта России начала предлагать своим клиентам почтовые переводы в Турцию. Получить такой перевод, сумма которого ограничена 300 тысячами рублей, можно будет в любой из 124 точек выдачи, расположенных в 25 турецких городах. Об отличии почтовых переводов от банковских сейчас и поговорим. Здравствуйте! Сегодня среда, 9 октября. С вами Максим Блант и свежая новость дня. Почта России объявила о том, что ее клиентам теперь доступны переводы денег в Турцию. За один раз можно послать не больше 300 тысяч рублей. Получить перевод можно в одной из точек выдачи, которая, как правило, расположена в отделениях сотрудничающих с Почтой России банков. Всего таких пунктов выдачи 124 и расположены они в 25 турецких городах, прежде всего на популярных в России курортах. Платить таким образом за импорт получится вряд ли. Отправитель еще может в почтовом отделении оплатить перевод банковской картой, а вот получать в Турции придется наличные. Для мелких партий ширпотреба такая схема еще сгодится, но говорить о серьезных поставках не приходится. Турецкой компании, которая поставит товары на таких условиях, придется потом долго ломать голову, как объяснять происхождение денег, не упоминая при этом Россию. Хотя, если учесть, что с начала года на турецких пляжах успело побывать 4,5 миллиона россиян, услуга должна быть востребована. Правда, те, кто начнут ею пользоваться, могут столкнуться с неприятными неожиданностями. Во-первых, в среднем международный почтовый перевод идет дня два. Но это в среднем, то есть деньги могут добираться до Турции и дольше. Так что, если отдыхающий россиянин стал жертвой карманников, то, конечно, можно попросить родственников прислать что-нибудь из России, но пару дней придется посидеть на голодном пайке. Второе открытие, которое может стать неприятным, заключается в том, что турецкие банки могут выдать перевод в долларах или турецких лирах, но по курсу, который они сами и устанавливают. И курс этот, скорее всего, получатели перевода не порадуют. Не стоит забывать и о том, что турецкая лира сейчас валюта крайне ненадежная. Болтает ее еще сильнее, чем рубль. Да и официальная инфляция в стране, которую твердой рукой ведет вперед Реджеп Ардаган, перевалила за 40%. Так что потери от услуг, которые предоставляет Почта России, могут выйти далеко за пределы комиссии, которую она взимает. И все равно россияне будут ругаться, но этой услугой активно пользоваться. А Почта России и турецкие банки на ней зарабатывают. Просто потому, что альтернатив не так много. Это и есть та самая технологическая деградация, о которой говорили российские экономисты, в том числе и пребывающие у власти с самого начала войны. Если раньше россиянину, который отправлялся практически в любую страну мира, вообще ни о чем думать было не нужно. Главное было не забыть карту любого российского банка, подключенную к одной из международных платежных систем. То теперь деньги за пределами России – большая головная боль. Почтовый перевод – технологии середины прошлого века. А судя по тому, что деньги идут по двое-трое суток, вообще можно предположить, что почтовые служащие возят наличные с самолетами. Впрочем, и на том спасибо. Лучше так, чем совсем никак. Мне же на этом на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь нет цензуры.